По какой причине C в английском произносится настолько по-разному, например, как в Pacific Ocean? Да, Pacific Ocean – это хороший пример. Там оно произносится и как С, и как К, и как Ш. В английском языке вообще почти ничто не произносится так же, как пишется. К этому надо привыкнуть. Просто языки, у которых письменность появилась довольно давно, она, как правило, очень кривая, очень непоследовательная. Потому что такие языки прошли период конкуренции письменностей, когда не было стандартов никаких, и разные какие-нибудь монахи писали то или иное слово, как им в голову придет, вот так и писали. То есть вольная интерпретация, наложение старого и среднего английского на латинскую письменность. Вот, римскую письменность правильнее сказать, на самом деле, она римская или романская. А вот в финском каком-нибудь языке, там же тоже латиница, да, тоже римское письмо. Но в финском как слышится, так и пишется. Почему? Потому что, ну, один чел просто пришел и придумал письменность для финского языка, и все. Ну, то есть ты, если сам будешь сидеть и придумывать письменность, ты же не будешь ее придумывать с миллионом всяких исключений, блядь. То у тебя там, нахуй, как в латыни, например, три буквы, да, в принципе, что там в латыни, как бы, в романском письме, использующемся английским языком, три буквы обозначают один звук, да, C, K и Q. Ну, просто одно и то же в подавляющем большинстве случаев. А в классической латыни это буквально было одно и то же, потому что C всегда читалось как K, K, то есть без исключений. Просто C никогда не читалось как C в классической латыни. То есть у них было K и было C, и они оба изображали звук K. То есть, ну, если ты будешь сидеть и сам придумывать письменность, ты, конечно, не будешь так делать, правильно? Ну, вот поэтому языки, для которых какой-то один член пришел там в 18 веке и придумал все, ну, там у них, как правило, как слышится, так и пишется. А в английском не, а и в французском нет, и в ирландском нет, потому что у них длинная, относительно длинная история письма.